Я не расскажу вам историю успеха. Моя карьера — это путь проб и ошибок, взлетов и падений, и при этом всем непрерывному движению к цели. Я начал свою карьеру с должности техником и двигался поэтапно, проходя буквально каждую ступеньку. Таким образом, я дорос до ведущего инженера, причем достаточно быстро, потому что всецело отдавался в работе и считал, что, собственно, чтобы достичь каких-то успехов, нужно целиком и полностью фокусироваться на работе. Именно такой неверный, как в будущем выяснится, вывод подведет меня к ошибке выжившего. Но до этого было еще далеко, и я продолжал такой бег по вертикали, упорно работая, пытаясь найти себя все в новых и в новых должностях, в новых и в новых направлениях. Был ли у меня четкий план? Нет. Скорее я определял, что мне интересно, чего мне не хватает для более такого полного моего развития, для еще больших успехов в карьере и двигался в этом направлении. Таким образом, я даже менял компании, переходя из одной деятельности в другую. В какой-то момент мне представилась возможность поехать на Сахалин. Это был такой первый опыт релокации, и для меня он открыл совершенно новые не только возможности, но и впечатления от того, что дает тебе смена географии. Конечно же, там были новые люди, там был новый опыт, новые задачи, но этим-то все не ограничивалось. В свободное время мы изучали местную природу, мы ходили по замерзшему океану, мы спускались в недостроенный тоннель, который соединяет материк и остров, мы ловили крабов, мы познакомились с местными аборигенами, которые являются предками тех, кто сейчас населяет Японию. То есть когда-то эти народы жили вместе. Это был достаточно насыщенный этап жизни, и, наверное, тогда пришло первое понимание, что жизнь не должна ограничиваться работой, и для своего карьерного развития ты должен развиваться всесторонне. Собственно говоря, такие мысли привели меня даже к созданию семьи. Да, поэтому, когда я вернулся, первым делом я женился. Это действительно было первое, что я сделал по возвращению. А потом, собственно, я думал, куда мне двигаться дальше. Мне хотелось пойти в законотворческую деятельность. Это было интересно, такая административная. Мне удалось получить приглашение в Министерство топливно-энергетического комплекса. Я прошел все этапы государственных проверок, собеседования с министром и даже знал точную дату своего выхода. Но буквально в самый последний момент мне позвонили из Нипегаза, это проектный институт Сибура в Краснодаре, и предложили, собственно, выйти к ним на работу. Честно говоря, я был настроен очень скептически, потому что предложения от Нипегаза поступали и ранее, но они были неинтересны. Но это был так называемый старый Нипегаз. После прихода Сибура там многое изменилось. И надо отдать должное команде Сибура, мы сразу нашли общий язык. То есть, несмотря на то, что я туда пришел очень скептически настроен, уже к концу разговора у меня такое закралось серьезное зерно сомнения. И я взял неделю на подумать и в конечном счете все-таки принял решение в пользу компании. Для того, чтобы облегчить свой выбор и сделать его более обоснованным, я применил очень простой инструмент. Я взвесил доводы за и против, что будет хорошего в одной компании, что будет хорошего или плохого в другой. Помимо прочего, я также оценивал не только возможность заработка или еще чего-то, но и, скажем так, игру в долгую. То есть, а что даст это в некой перспективе? Буду ли я также продолжать менять направление деятельности, либо здесь я смогу закрепиться и развиваться более разносторонне? Ну, в конечном счете принял решение в пользу, собственно, компании «Нипегас» и «Сибур». Ты должен развиваться, собственно говоря, так, как это интересно тебе. То есть, работа – это лишь возможность заниматься любимым делом. Так должно быть. Ты должен сам понимать, куда тебе нужно стремиться, куда ты хочешь стремиться, куда ты хочешь развиваться. За тебя это не может решить сотрудник кадровой службы. Ни в коем случае. Именно ты сам определяешь, куда тебе нужно развиваться, какие возможности взять и как ими воспользоваться. Новая компания, новые возможности, невероятно просто широкий круг задач, различных проектов. И это все увлекало. Увлекало настолько, что я, можно сказать, азартный был до работы. И фокус внимания все больше и больше с какой-то личной жизнью, с саморазвития. Он перемещался на работу. Когда меня спрашивают, что для меня работа, я говорю, работа – это все. Я живу работой, работа моя, условно говоря, вторая женщина после любимой супруги. Да. И таким образом приходили новые должности, новые проекты. И это, как бы, меня, можно сказать, стимулировало продолжать думать так же. В конечном счете, мне предложили очень амбициозный проект. Необходимо было поехать в Тобольск, это тоже релокация, и возглавить проект по строительству временных зданий и сооружений для нужд запсиднефтехима. Как ни странно, для меня это было совершенно новым направлением деятельности, совершенно мне не профильным. Ну и, собственно говоря, это, опять-таки, была новая локация. Нужно было ехать, нужно было осваиваться и так далее. Работа была очень интересная. Нашей команде приходилось решать много нестандартных вещей. Мы спасали утонувшую технику подрядчиков. Мы решали вопрос нестандартного, скажем так, обогрева помещений в условиях нехватки энергоресурсов. В конечном счете мы боролись с бобрами, которые регулярно строили плотины на водоотводных каналах и затапливали нашу площадку строительства. Но я все продолжал, продолжал, продолжал работать. Фокус внимания как бы все больше сводился на работу. Это все-таки стройка. Стройка, нужно понимать, что это то, что увлекает тебя 24 часа в сутки, то есть и ночью могут позвонить, там что-то случилось и так далее. Мысли были все там. В итоге произошел инцидент. Один из подрядчиков и курировавший его директор по строительству, они вступили в умышленный сговор и, собственно говоря, начали определенные махинации с документами. После того, как я это заметил, я инициировал служебное расследование. Но подрядчик с директором тоже были достаточно опытными товарищами. Они действовали сообща, они всячески пытались себя выгородить, соответственно, меня очернить. Поскольку ситуация была достаточно сложная, в ней разобраться было непросто, меня отстранили от должности, вернули в Краснодар, значит, понизили. И полностью в таком информационном вакууме я оказался от всего. Это был очень тяжелый момент. Учитывая то, что работа для меня была всем, вот внутри оказалась настоящая пустота. То есть то, что меня, можно сказать, составляло, его забрали. В конечном счете был хэппи-энд, служебное расследование завершилось, подрядчика отстранили, директора уволили, а меня, собственно говоря, оправдали и перевели на работу с иностранными подрядчиками. И тогда я понял, что нельзя целиком и полностью фокусироваться только лишь на одной работе. Вообще на чем-либо фокусироваться нельзя. Ты, как бизнесмены, диверсифицирует свои активы, точно так же и тебе нужно диверсифицировать, скажем так, всесторонне развивать свою личность. Сразу, буквально сразу в моей карьере также пошли изменения, снова положительные. То есть у меня начались регулярные заграничные командировки, потому что я хорошо подтягивал английский, соответственно. Мне было достаточно просто, руководство это видело. Но я уже на этом не зацикливался. Для меня было важно, а получаю ли я снова от этого удовольствие. Насколько я вообще по жизни в целом счастлив. Насколько счастливы люди, которые меня окружают. Собственно, после пережитого я понимаю важность команды. Я понимаю важность хороших крепких отношений. И, собственно, я стараюсь в своей деятельности целиком и полностью поддерживать именно вот этот командный дух. Чтобы были все за одного и один за всех. Очень здорово, что компания как сама организует, так и проводит различные мероприятия. Такие как WorldSkills, Всероссийский диктант, лидеры России. Проходили при поддержке Сибура. И один из сотрудников стал числом финалистов. Губернаторский резерв, Кубок инноваций Сибура, где, собственно, молодые ученые могут достаточно громко заявить о себе и получить возможности для реализации их идей. Ну и, конечно же, эти уникальные стартапы, такие как Реактор, Спутник и Менделеевский спринт, участником которого я тоже был. И в итоге стал финалистом. Это невероятно вдохновляло. Те люди, которые там собрались, у них в самом начале и на протяжении всего проекта буквально горели глаза. Нам было действительно интересно этим заниматься. Мы хотели не просто достичь результата. Мы хотели дать компании что-то новое, абсолютно уникальное. Тот, до чего, возможно, раньше бы просто не доходили руки. Это был очень интересный проект, давший нам новое мышление. Мышление более проактивное, такое предпринимательское, когда правила игры устанавливает не кто-то, а правила игры определяются обстоятельствами, когда решение нужно принимать быстро, но сообща. Если свою жизнь рассматривать как проект, то надо задуматься, а, собственно, что важно для проекта, для чего он вообще нужен, для чего нужна жизнь. В проекте важен результат. И вот когда начинаешь думать так, на первую очередь сразу появляются мысли, а, собственно, что нужно сделать, а с кем-то нужно запартнериться, условно говоря. И этот подход, он дает свой результат, потому что он наполняет смыслом то, что ты делаешь. Ты не выполняешь действия, ты достигаешь результата, который для тебя важен. И вот когда в твоих действиях появляется осмысленность, приобретается ценность твоих действий, что в конечном счете позволяет получать удовольствие от своей работы. Субтитры создавал DimaTorzok